31 мая отмечается народный праздник Федот-Овсяник. В православном церковном календаре это день памяти мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. Другие названия этого праздника – Овсяник, Житник, Семь дев. Овсяником Федота прозвали потому, что в его день пытались угадать по дубу, каким будет урожай овса. Кроме дуба, героем дня был лен. Его сеяли как раз на семь дев. Так и говорили, сеют лен у семи ален. На Руси Федота почитали как помощника весны и говорили, придет Федот, последний дуб лист развернет. По дубу судили и о будущем урожае. Если на дубу макушка с опушкой, будешь мерить овес с кадушкой. Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой, предвещало голодный год. В этот день ублажали Федота, который, по поверью, покровительствовал овсу. Варили овсяный кисель и часть его с песнями и наговорами выливали под корень дуба, чтобы Федот принял дар и даровал щедрый урожай. Вообще дуб наши предки почитали особо. Это дерево считалось символом могущества, силы, славы и прочной веры. Говорили даже, что именно на дубе, а отнюдь ни на яблоне, растут молодильные яблоки. Под дубом нередко совершали брачные церемонии. Молодым нужно было взяться за руки и три раза обойти это дерево. Такой союз считался скрепленным навеки. 31 мая знахари лечили боли в спине при помощи специального заговора. Они произносили его над срезанной веточкой осины. В народе верили, что если сделать все правильно, то больной никогда не вспомнит о болях в спине и пояснице. Этот день также считали и девичьим праздником. К семи девам сельские свахи приурочивали свои хлопоты о вдовцах и бабылях и подыскивали им невест из засидевшихся дев, обойденных вниманием в дни свадебного мясоеда. По народным приметам считается, если солнце на закате красное – к ветреным дням. В дымке – солнце или бледное – к дождям. В облака прячется солнце к непогоде на следующий день. Если волны бьют против течения, скоро начнется дождь. Если роса в этот день обильная, то июль будет очень жаркий. Так же считается, если на Федота овсяника прошла гроза, то жди ее еще раз в гости в июле, причем не один раз, а каждый день. У дуба верхушка с опушкой будет хороший урожай овса. На дубе лист расправился, а на ясени еще нет, лето выдастся очень сухим. Если с дуба осыпаются здоровые листья, год будет голодным и неурожайным. Если дятлов далеко слышно, будут осадки. Так же считается, что родившимся 31 мая суждена очень долгая жизнь, и носить им следует жемчуг или янтарь, как оберег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова